Шлем всему голова. Профилактическую операцию под одноименным названием с 29 июля по 15 сентября проводят сотрудники госавтоинспекции. Подобные акции пропагандируют безопасность дорожного движения среди водителей и пассажиров, мопедов, скутеров, мотоциклов. Такая забывчивость скутеристам может вылиться в штраф. За отсутствие мотошлема во время движения российское законодательство предусматривает штраф в размере 200 рублей. Сумма небольшая, но в назидание недобросовестным водителям служит хорошим уроком. В ходе рейда все правонарушители соглашались с тем, что шлем нужен, но уверяли, якобы просто забыли его надеть. Либо ссылались на то, что расстояние пути незначительное, потому шлем неуместен. Но побеседовав с сотрудниками ГИИ, все же обещали голову беречь. Больше не буду без шлема ездить. Радует, что наряду с нерадивыми владельцами мопедов есть и сознательные водители, кто четко понимает, что шлем это не прихоть автоинспекторов, а реальное средство собственной защиты. Я беспокоюсь о своей жизни в первую очередь. Поэтому на мне шлем. Голова должна быть целой в любом случае. Одновременно с профилактическими рейдами сотрудники госавтоинспекции организуют и встречи с не совершеннолетними участниками дорожного движения, где рассказывают ребятам о безопасности дорожного движения. Ведь, возможно, совсем скоро эти мальчишки и девчонки сядут за руль и начнут управлять двухколесным транспортом. А скутером со скольки можно управлять? 16 лет. 16 лет. Скутером можно управлять 16 лет, даже не имея водительского удостоверения. Работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГАИ ведется в разных направлениях. Это и конкурсы, и информация в интернет-ресурсах, и наружная реклама. Подразделением у нас подготовлены плакаты, которые будут развешаны у нас в магазинах, где продаются данные транспортные средства, а также на заправках, чтобы народ немножко обращал на это внимание, и немножко хотя бы у нас с наглядной агитацией доходило им в голову, что необходимо это делать. С 12-го числа началась профилактическая операция автобус, которая продлится до 21-го числа. Мы подготовлены, составлены группы, которые будут заниматься выявлением грубых нарушений именно среди автобусов, водителей автобусов. Также у нас с 20-го числа будет проходить операция «Внимание, дети!», но это связано с тем, что у нас накануне 1-го сентября дети пойдут в школу, необходимо усиление нарядов, именно смотреть за детками, чтобы у нас с ними ничего не произошло. Пока сотрудники госавтоинспекции разрабатывают профилактические мероприятия и проводят акции, по предотвращению дорожно-транспортных происшествий участникам движения, стоит самим не забывать о личной безопасности, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее. Юлия Алберова, Владимир Попов, Александр Недобешкин, Новости 24 Крымск.